Основная тема нынешнего собрания – как сделать Таллинн более зеленым в самых разных аспектах этого слова, например, будущее зеленых зоны парков, каким образом связать их между собой, где их не хватает, и их необходимо также создать, каким образом сделать их более привлекательным, как для людей, так и для животных, птиц и насекомых. На минувших выходных прошли первые сессии, которые позволят участникам Народного собрания всесторонне знакомиться с темой и в дальнейшем составить свои экологические предпочтения для городских властей. Представители различных научных и экологических организаций высказали свои точки зрения, а дальше это будет сделано уже с самых разных сторон. Ведь у пешеходов и водителей, пенсионеров и молодых самокатчиков, любителей тихих парков и сторонников шумных экстрим-зон, которые вошли в состав собрания, могут быть очень разные представления о том, каким должно быть зеленое пространство в городе, предназначенном для всех. Я думаю, что одним из сложных вызовов для собрания – это попробовать соединить все идеи и мысли воедино. Мы живем в едином городском пространстве. Или, например, вопрос привычек. Много людей уже просто привыкли передвигаться на автомобиле там, где это же можно было бы сделать пешком, или на велосипеде и другом подобном транспорте. И вот как именно убедить людей изменить свои предпочтения – это один из самых сложных вызовов. Так и родилась оригинальная идея – собрать вместе представителей разных слоев обществ и разных возрастов, и совместе выработать концепцию экологичного Таллина, удобного для всех с тем, чтобы передать ее городским властям. И лучший способ – собрать народное собрание, куда вошли 55 горожан в возрасте от 16 лет, которые составили эдакую выборку жителей Таллина. Все они хотят видеть наш город экологичным и зеленым, тут споров нет. Но представления об этом могут быть самые разные. Следующая сессия народного собрания соберется на предстоящих выходных. На ней состоятся основные дискуссии и составление предложений для городских властей. Очень хорошо, что люди нашли время и согласились принять участие в собрании. Они получат много новой информации. Ну а то, что они все разные, то это подразумевает и большое количество разнообразных идей и предложений, которые могут поступить от них. Если кто-то думает, что участие в собрании подобного рода – это некое развлекательное мероприятие, то он ошибается. Участникам собрания предстоит ответить на очень важный вопрос, как связать зеленые зоны Таллина в целостную и привлекательную для горожан среду. И здесь нужно учитывать не только личные предпочтения, но также интересы других жителей Таллина. И вот мнение народа здесь поможет определить зеленое развитие города в будущем. 4 ноября пройдет голосование по предложениям народного собрания, причем каждое, которое наберет минимум 80% голосов, будет принято и передано городу. Сергей Вщенков, Роман Васильев. Новости Таллина.